Здравствуйте, с вами снова Мистер Снейк. Продолжаем проходить Deathmatch Worms. У нас наконец-то появился противник в виде пятого компа. Ну что ж, сейчас вы и увидите, если еще до сих пор не знаете, как этот парень стреляет. Вау. Да. Это было супер. Ну, ему здесь ветер ничего бы все равно не позволил бы сделать. Вот, так что, видимо, в следующий раз. Вообще, тут, конечно, есть две мины, давайте их. Хотя можно... Ну, наверное, не получится здесь пролететь, чтобы не задеть прям ни одну мину. Поэтому, видимо, обе придется взорвать. Так, можно было одну сета. Ну, ладно. Ага, там еще одна была внизу. Я ее не знал. На самом деле, плохо. Потому что эту мину можно было бы использовать, чтобы повредить всех трех. Ну, может быть, не трех, может быть, двух. Ну, ладно. Что можно сделать теперь? Это только скинуть вот этого парня вниз. Если повезет, он может прям к ламбу угодить и потом их всех взорвать. Но, по-моему, мину я неправильно поставил. Крутился, крутился на этой голове. Но чуть-чуть... Она угодила не туда, поэтому Зелда опустился не туда, куда я хотел. Но, может быть, он и не попал бы к ламбу никак, на самом деле. Потому что здесь мешает потолок. Вот. А поэтому я сомневаюсь, что возможно было его скинуть. Ух ты. Жестко. Ну, только, по-моему, больше своего подкосичнул. Одиннадцать, а там... Ну, а там серьезно, посерьезнее. На сорок девять. Ладно. Так, что может быть сделать Макси? Можно выкинуть Роба. Можно, наоборот, скинуть его вниз. Можно Принца Чарльза также скинуть. Там есть минка и лампочка, которую можно использовать. А можно накуролесить здесь. Оно, наверное, проще будет сейчас... А, Принца Чарльза даже выкинуть не получится. Вот это печаль. Ну, тогда будем мочить Роба. А что ж, поделаешь. Самым обычным способом. Пока что не будем использовать... Ой, не долетел. Кошмар. Обратно не получилось. Пока гравитацию не буду использовать. Возможно, она еще пригодится. Того же Принца Чарльза выкинуть. Потому что он пятый комп и может достаточно серьезные проблемы доставить. Ну, это было очевидно. Ну, вот сейчас будет 45-46 даже повреждения. Вот пятый комп использует свое оружие по максимуму. Так, можно убить лампу или зелду. С базуки я не попаду. Ветер немножко в другую сторону. Поэтому, наверное, гранату сюда закину. Хотя можно и с базуки пальнуть. Ну, ладно уже. Граната понадежнее будет. Так, ну, что-то типа того. А, конечно, в идеале он должен был попасть к зелде. Не подкосичнуть ее еще на 25. Ну, не до хорошего. Так, чем нам ответит первый комп? Скорее всего, будет удар по корове. Да, так оно и есть. Ну, кстати, зря он так встал. И зря я здесь сделал дырку. А сейчас выкинуть его не так-то просто будет. Но всегда есть мой любимый лук, который с этим легко справится. Так, здесь надо уже будет решать вопрос с вот теми червями, которых там много. В идеале их нужно собрать все в одну кучу. Но это вряд ли получится. Можно, например, к вину сбросить к принцу Персии достаточно легко. И потом при помощи лампочки убить их обоих. Давайте так и сделаем. Ветер не очень приятный. Надо будет на максимальную мощь стрелять из базуки. Но все нормально. В принципе, так оно и... Ну, погоди. Как хотел, так и получилось. Так, принц Эндрю. Тоже у него не очень выгодная позиция. Хотя, они иногда такие чудеса творят. Нет, он не будет это делать. Ну, плохо, что он это сделал. Что взорвал лампочку. Можно будет теперь против них только мину использовать. И урона будет меньше. Так, принц Эндрюс, конечно, стал так, чтобы его теперь вообще отсюда фиг выкинешь. Не, ну там есть удары имбанутые, вроде бейсбольные биты, под углом в 90 градусов. Но я, если даже и буду такую фигню использовать, это по-любому запрещено. Только лишь вообще в таких случаях, ну, когда просто по-другому никак. А пока вот делаю вот так. Я хотел, конечно, не сюда овцу закинуть, но и сюда, в принципе, пойдет. Немножко не рассчитал, она вот об этого червя ударилась. Вообще, должна была она к принцу Эндрю, конечно, улететь. Ну, и здесь неплохо получилось. В принципе, в любом случае, что-то подобное я бы и с теми червями сделал. Ну, ладно. Так, первый комп у нас, ну да, это было очевидно. Либо граната, ой, точнее, либо мина, либо динамит. Да, что-то как-то не пойдетовски сделал. Что тут можно сделать в Апролом? Ну, я думаю, в Апролом надо сныкать, потому что другие черви тоже могут неплохо сходить. Ну, а в Апрол постоит здесь. Так, ну, бобру смысла у нас тоже особо ходить нету. А вот, хотелось ходить к корове, но, в принципе, и Макси тут может тоже кое-чего провернуть с этой миной. Так что, давайте скинем в спанже. Можно было, конечно, пальчик использовать, но пальчик не наносит повреждений. Хотелось бы, конечно, подкосичнуть все-таки червей. Да ладно, ну что за фигня? Такие планы иногда сбиваются, и только из-за того, что мина, блин, А, ладно, забейте, ребята. Всякое в жизни бывает, червей. Поэтому только 75 повреждений за ход нанес. Тоже неплохо. Ты об этом пожалеешь. Ну, возможно. Так, ходит у нас пятый комп. Что он будет делать? Скорее всего, сейчас будет стрелять по каким-нибудь... А, нет, гранату заюзал. А, вон там даже как можно было сделать. Ну, это уж совсем издевательство какое-то. Так, можно... Хотя нет, наверное, двух червей убить нельзя. Но зелту в любом случае можно здесь скинуть. Вообще в упор, конечно, лучше не подходить. Даже с луком иногда себя повреждает. Хотя там непонятно, от чего это совершенно зависит. А, черт. Да, лук, он такой кривой. Но хорошо, хоть два патрона есть. Да, он еще и не скинулся. Ну, просто лол. А вот было бы два выстрела, я бы его скинул бы. Беда. Хотя, может быть, и даже из двух не скинул бы. Ну, что-то вообще прям печаль. И тут еще Макси тоже неправильно встал. Ну, потому что можно было двух червей подкосичнуть. Хотя и не сильно. Но лучше тоже так не вставать. Пятый комп, конечно, пользуется постоянно этими ситуациями. Так, чеснок. Я думаю, там нужно оставить подарочек ребятам. Или вообще Принца Персии убить. Ничего проще, наверное. Сначала Принца Персии убьем. А потом уже с теми ребятами разберемся. Так, минус один из пятых компов. Тем более, что Принц Энтри там находится вообще в черте где. И оттуда он стрелять эффективно не сможет. Принца Чарльза вот стоит только опасаться сейчас. Потому что он вообще полностью на открытой местности находится. Но он, скорее всего, бабусю будет убивать. Да, так оно и есть. Хотя мог бы и по чесноку пальнуть. Но вот выбрал именно бабусю. Ну все, убил, убил, ладно. А, причем, если там стоял бы внизу синий червь, то, возможно, бы он не стал бы по ней стрелять. И об этом я не подумал. Надо, наверное, все-таки запоминать, какие там черви ходят. Записывать там или, я не знаю, что-то делать. Чтобы вот таких вот моментов не было. Но это, на самом деле, не надо. Потому что компы все равно не такие сильные. Поэтому можно на это все забить. И так их выиграть можно. Даже без этих всех заморочек. Ну, вообще, в идеале, конечно, нужно помнить, кто ходит. Обязательно. В какой последовательности ходят ваши противники. Потому что без этого... Точнее, с этим выиграть гораздо проще. Так, боги мы отправим сейчас вниз. И он, может быть, отправился бы вниз. Если бы я, конечно, мин мы правильно бы опять поставил. Что-то как-то все... Совсем беда у меня с точностью. Ну, ладно. Не страшно, на самом деле. Все равно они уже проиграли. У них просто выхода нет. Ничего не сделать здесь не смогут. Пару червей, может, еще убьют. И с большими потерями. Но все равно это еще... Вот это да. Вот это просто офигенно. Эх, жалко. Ну, Макси все равно в следующем будет ходить. Правда, они могут разойтись. Поэтому все-таки давайте наверняка, чтобы было. Макси сейчас убьет всех трех, я надеюсь. Причем есть здесь офигенная штука, которую я вам хотел еще давным-давно показать. Но я просто забыл, как она делается. Я об этом вот недавно говорил. Но сейчас я, в общем-то, попрактиковался и вспомнил. Для чего вообще нужна вот эта вот красная граната? Именно для таких ситуаций. Когда вы стоите в трех или четырех червях противника, и вам ваш червь не очень-то снижает. Ну и теперь посмотрите, какой урон нанесен всем. Даже повтор включили. Посмотрим просто, чтобы вы точно заметили, как это делается. Круче, чем с динамита. Жалко, что Сатан не умер. Хотя, если при центре будет раньше взрываться, то может быть и он умрет. Да. Это что-то Макси... Ну, должен умереть. Должен. Ага, черт, ну один хп, ну как так? Ну ладно. Почти что минус три. Вот для этого... Фактически и нужна эта красная граната. Может быть еще, если вы ей можете скинуть несколько червей. В остальных случаях ее использовать, конечно, вообще бессмысленно. Ладно, Зелду убьем наверняка. Ну тут просто без шансов было. В любом случае он улетал либо налево, либо вниз. С гранатой. А вот корове сейчас поплавится. Скорее всего, хотя... Ходит первый комп, он может сейчас и мимо зарядить. Ха-ха, точно. Ну и зря. Потому что следующий будешь ты. Мне вот принц сейчас не нравится, что он здесь стоит. Еще у него там будет аптечка. Надо решать с ним проблему. Как можно быстрее. Я не знаю, его выбить, конечно, в идеале надо. Но да, это не самое лучшее. Надо было как-нибудь снизу пролетать к нему. Но я бы, скорее всего, запорол бы просто овцу. Так нанес 70 повреждений. И, в принципе, он теперь с любого оружия добивается. Хоть с сейр-страйка. Поэтому ладно. Ну вот, вот это вот пятый комп. Просто через всю карту гранатой попал. Так, наверное, пожертвую корове. Грохну боги. В тупую просто. Хотя можно не в тупую. Не, лучше в тупую. А то еще промажусь гранатой. Вот. Но в любом случае там красный умирал. Да. Поэтому совершенно не важно то, что они вместе здесь встали. Даже свечо красный бы добил. Вот. Ну и... Ах, еще сатан остался. И на самом деле хорошо, потому что сейчас выходил бы пятый комп. Тогда и что-нибудь еще такое сотворил. А сатан нам открыл просто путь. Так. Так. Полетели за принцем Чарльзом. Ну, подарочек ему маленький оставим в виде... Можно динамиты, но можно гранаты, в принципе. Без разницы. Что делать. Он так и так умрет. Неважно, улетит вниз или нет. Минус один противник. И... Последний ход сатана. Что он сделает? Скорее всего, убьет чеснока. Потеряем еще одного червя. Да. Да. Это был суицид, ребята. Отличный просто. Ну что ж, мы затащили в этом уже нелегком поединке. Видите, тут очень мало жизни осталось у команды. Можно было, конечно, здесь тоже не потерять там червей. Но они бы, скорее всего, были бы все покосяченные. Там два червя всего осталось. Ну, в любом случае, переходим к следующей игре. Ну что ж, по всей видимости, десятый бой. Мы на полкуте к успеху. О, и эта карта. Скальпель, скальпель, скальпель. Люблю эту карту. Здесь можно всегда много народа сразу скинуть. Жалко, что я не первый хожу, потому что сейчас эти черви начнут прятаться. Ух ты. Хорошо. Для третьего компа. Неплохо так подкосечнуло, прово. Так, ну здесь все очевидно. Начали сбрасывать. Ах ты, черт. Играю в темноте. Поэтому путаю сейчас кнопки. Так, вот эти вот ребята. Блин, что, к ним нельзя запрыгнуть, что ли, никак? Да, походу, там мешает угол карты. Так можно было поставить прямо на голову динамит. Ну, поставлю тогда рядом. Можно было прямо в них, в принципе, поставить. Ну, ладно. А в любом случае нельзя с динамитой их убить. И насколько там у них кто-то останется, несущественно. Все равно там любая граната, закинутая к ним, убивает обоих. Хотя, может, и нет. 40 хп уже гранаты не сносит. Если они на край взрыва отойдут. Ух ты. Да, неудачно я прыгнул. Можно было так сильно не подставлять червей. Потому что сейчас начнут туда лететь много гранат. И могут, в принципе, там обоих даже убить. Ну, здесь, на самом деле, все просто. Парень словит две мины. Обязательно словит. На самом деле, не важно даже, как их оставлять. Потому что от взрыва вторая мина, скорее всего, улетит вниз. Теперь еще и Макс, я остался внизу. Ну, в смысле, его можно скинуть туда к остальным червям. И закидывать гранатами. У меня еще чеснотчок. Выключен немножко из игры. Что печально. Ну, хотя... Тут уже играет роль. Ну, вот как я и говорил. Тут уже больше играет роль, конечно, то, что у вас сныканые черви или нет. И одного сныканого червя иметь, в принципе, неплохо. По крайней мере, ну, даже если все ваши червячки погибнут, то ваш последний сможет отстреливаться при помощи какого-нибудь самонаводящегося оружия. Также не забывайте, что есть у вас и телепорт, который можно... Даже два. Которые можно в любое время заюзать. И, в общем-то, оказаться в зоне боевых действий. А если вы даже всю веревку потратите. Так, надеюсь, скинами не заденет. Отлично. Так, а сейчас нужно будет еще Макси от Бобра увезти. Ну, или Бобра от Макси, чтобы горлоки туда не закидывали. Ой, минус бабуся, кажется. Ну, я надеюсь, он догадается, что ее можно убить. Нет, не догадался. Ну, и зря он это сделал, потому что, в принципе, сейчас улетает. Ну, а потом из Илда достаточно легко ее скинуть. Ну, а сейчас убьем силу Блэк. Это делается совершенно легко при помощи базуки. Главное только нормально попасть. А можно даже не с базуки, можно даже с обычного шотгана ее убить. И это будет понадежнее. Понадежнее. Потому что, если там земля есть, ну, где ящик стоит, и она хотя бы чуть-чуть продолжается, то червяк может, в принципе, на земле остаться и не улететь. Ну, а с этого будет немножко понадежнее. Ну, и там другие факторы могут сыграть. Поэтому, чтобы ответ от этого компании получить, в виде убийства чеснока, все-таки сыграл надежнее. Так, Винни Джонс. Что сделает этот парень? Скорее всего... Что это? Интересная попытка, но... Там мешалась текстурка. Так, Принц Чарльз. Фиг знает. Ну, может, улетит. Может, не улетит. Я лучше гранатку вот туда вот закину. И всех трех червей подкосячину. Ну, своего даже чуть-чуть. Ну, на самом деле, не так уж сильно. Эл Президента может даже и умереть. Да, 118 повреждений. Еще и немножко Зелду откинет. Ну, и вот теперь можно там за два хода раскидать что Чарльза, что Зелду. Так, Интерн будет кидать гранату, конечно же, сейчас. Так, зачем он спускается к лампочке? Можно было и оттуда попасть. Ооо. Что-то непонятное он сотворил. Можно было просто гранату к Максе и Бобру закинуть. Ну, ладно уже. К сожалению, скальпель здесь мешает. Так бы я скинул бы вниз этого парня к другому червю, потом бы убил обоих. Там, в принципе, можно кое-что сделать. Не знаю, даже поменять червя. Можно Интерна, в принципе, даже убить. Но я боюсь, я гранату просто неправильно закину, и она окажется с другой стороны лампочки, и нанесет гораздо меньше повреждений. Ну, там уж сложно прям попасть между червем и лампой. Фиг его знает. Может быть, даже и не удастся. Поэтому давайте по надежности сыграем. Хотя манит и манит меня эта лампа. Так, ну все, надо быстрее думать. Пять секунд. Не, давайте все-таки гранату. Ну да, блин, неправильно она залетела. Подкосячнул, конечно, Интерна, но не так сильно, как мог бы. 62. Хотя, в принципе. Ладно, сойдет. Чем нам ответит комп? Сейчас, скорее всего, вопрос просто нет. О, ну вот, вот это уже более-менее. Ой, зря ты на лампу на эту стал. Ты же сейчас погибнешь. Бобер может, конечно, убить, но он убьет сразу его пролой Макси таким ходом. А поэтому нужно хотя бы одного червяца то увезти. Вот здесь, допустим, я встану, хотя на самом деле не самое лучшее место, чтобы здесь стоять. Так, а может бабусь исходить? Тем более, что все равно следующий вопрол ходит. Да, давайте, наверное, так и сделаем. здесь можно будет Зелду убить, можно и принца Чарльза, но я думаю, лучше расправлюсь с Зелдой, потому что у нее хп побольше, и она потом, конечно же, себя заныкает, если оставить ее. Да успею. Ну, встанем так, чтобы принц Чарльз не мог сделать того же самого, но он, в принципе, и так бабусь, если захочет, убьет. Не нравится эта мне мина на конце скальпеля, потому что чеснок не сможет выбраться оттуда в случае, если он останется один. Интересно. Ну, ты, кстати, зря здесь встал, потому что я сразу избавлюсь и от тебя, и от мины за один ход. Так, убиваем вот этого парня. Оставить здесь можно мину, можно гранату, можно, в принципе, хоть что. Я, наверное, гранату оставлю. Так будет попроще. В принципе, там все равно три секунды, чтобы уйти от этой гранаты. Ладно. И я могу просто не успеть, поэтому оставлю мину, потому что у меня будет больше времени, чтобы на этот скальпель уйти. Ой, блин, я же про Макси забыл. Ну, что такое? Взял червя, убил своего. Да, не очень хорошо получилось. Ладно, ты меня простишь. Так, Винни Джонс это будет килл по бабусе, хотя ветер играет в сторону других червей. что ты, заныкался, зачем? Стоял бы там достойно. О, нет. Этого я и боялся, что бобер здесь станет так, чтобы какой-нибудь непонятный червь зарядил в него достаточно легко, либо с блазуки, либо вот с гранатой даже. Вот так оно и получилось. Ладно, вот эти парни тоже минус. Да ладно, можно там запрыгнуть. Главное только уйти успеть, чтобы они меня не убили. Блин. Наверное, не успел. Хотя, вроде, не должен убить. Не должен. Так, ну скажешь, одну команду вывели из строя, и осталось дело за малым. Ну, блин, доходился. Сейчас этот парень может даже обоих убить, хотя обоих, наверное, вряд ли. Ой, это что такое было? Сколько возможностей было у этого червя, и он покосячил вопроса на четверочку. Попрощаемся с принцем Чарльзом и с командой Роялити, по всей видимости. Зря он так стоял. Вот и все. Хотя, можно было здесь даже с базуки его выкинуть, и, в принципе, от мины тоже избавиться, но, как я уже говорил, лучше все понадежнее сделать. Так, Настик Крю, что она может сделать? Это еще одна граната в сторону Вапрола или Короля. Ой, нет, ну, ну зачем, ну как? Но они же так далеко друг от друга стояли. Гад ты, Винни Джонс, за это ты умрешь. Я не понял, один на один? А, нет, еще бабуся живая. Ну, бабуся его никак не убьет. Что-то, наверное, свинью надо будет оставить ему в виде овцы. Больше и нечего даже особо. Я не знаю, куда по бусе вот, наверное, вот сюда вот ее закину. Вроде не должен убить. Ну, никак здесь ничего не закинуть, только если какие-нибудь эрстрайки, она ее. Ну, от эрстрайка я бы все равно не спрятался бы. Да, гад ты, гад, гад. Ненавижу тебя. Но у меня тоже эрстрайк есть, правда, вот он по тени попадет. Один на один, как старые добрые. Но у меня хп 100, поэтому я могу отвеситься только от напалм удара, и поэтому мне нужно на открытые местности не вставать, и тогда все будет за мной. Избавимся от этой тупой мины. Сныкаемся обратно. Ну, на самом деле, я попал куда хотел. Ничего он здесь... Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Зря ты это сделал, потому что у меня тоже есть эрстрайк, и это будет месть. Сладкая месть. В червя, естественно, не надо целиться, прям в него нажимать, потому что, значит, так гораздо меньше повреждений нанесете. Нужно целиться рядом с червем, чтобы как можно больше ракет попало. Да, это победа Ну и на этом пока все До новых встреч, удачи и надеюсь еще увидимся